Приветствую всех на своем канале. Кулич краффин это оригинальный рецепт красивой праздничной выпечки. Последнее время очень популярны. Краффины это выпечка необычная и вкусная. Она отлично подходит для праздника светлой Пасхи в качестве рецепта пасхального кулича. Краффины появились в Австралии в 2013 году и с тех пор они активно завоевывают популярность во всем мире. В качестве добавок я использую сухофрукты. Черный, белый, кишмиш, курагу. Я их заранее подготавливаю, запариваю в кипятке на 10 минут. Затем откидываю на сито и полностью сливаю воду. Курагу режу на маленькие кусочки. У меня изюм попался очень крупный, то есть купила я такой. Поэтому режу его пополам. Обычно его не режут, просто у меня такие. Еще я добавляю засахаренную клюкву. Тоже они у меня габаритные. И я ее нарезала пополам. В сухофрукты добавляю ароматный ликер, немного. Можете добавить коньяк или ром, что у вас есть. Перемешиваю, закрываю тарелочкой и оставляю в холодильнике, обычно на ночь. Делаю дрожжевую опару. В теплое молоко кладу соль, сахар и мягкое сливочное масло. Опять перемешиваю ложкой и вливаю растительное масло, любое без запаха. Отделила я желтки от белков. В краффины кладу только желтки. Слегка перемешиваю и в последнюю очередь добавляю сухие дрожжи. Муку я заранее просеяла. Из общего количества муки кладу немного муки в опару. Развела жидкое такое тесто, как на блины. Мешать до однородности нет необходимости. Накрываю тарелочкой и даю постоять, пока дрожжи не активируются. У меня на кухне тепло и за час образовалась вот такая шапочка. Выливаю в более объемную чашку. Муку кладу в ванильный сахар и смешиваю потом с опарой. Перемешиваю тесто сначала лопаточкой, а затем руками. Затем добавляю тесто в сметану. Можно было их добавить до муки, просто забыла их, они стояли в холодильнике. Но ничего страшного, здесь особой очередности нет. Накрываю тесто пищевой пленкой плотно. Затем прокалываю шпажкой дырочку, чтобы не было конденсата. Сухофрукты выложила на бумажное полотенце, чтобы убрать лишнюю влагу. Посмотрите, как отлично увеличилось тесто. Вываливаю прямо на стол, мукой присыпать нет необходимости. Тесто не заминаю, а просто складываю вот таким образом. Делю тесто пополам. Очень мягкое и приятное на запах тесто. Воздушное. И цвет такой аппетитный. Я буду делать один большой краффин и пять небольших. Взвешиваю, чтобы они были одинаковые. Большой получился у меня весом более полкило и маленькие, весом более 200 грамм. Беру самый большой кусочек теста для краффина и раскатываю в пласт. Вытягиваю, как бы углы, формируя прямоугольник. Раскатала тесто я примерно 2-3 миллиметра толщиной. Смазываю затем сливочным маслом, мягким. И чтобы получился такой тонкий слой, делаю это грубой щеткой. Сверху посыпаю сухофруктами и распределяю равномерно. Теперь вот такую яркую красоту заворачиваю в рулет. Также в качестве начинки вы можете использовать любые цукаты, вяленую ягоду, орехи и так далее. Защипываю края слегка. И получился вот такой ровный рулет. Беру железный скребок и, не прорезая верхнюю часть, примерно 2 сантиметра, режу посередине, пополам. Можете рулет врезать также острым ножом. Аккуратно раскрываю разрезом снаружи. Подворачиваю одну сторону так, чтобы разрез был с внешней стороны. Дохожу до кончика. И также подворачиваю вторую сторону. Второй конец рулета. Поднимаю и закручивая, сворачиваю уже сверху, на нашу основу. Вот такой симпатичный краффин получился. Форма у меня высокая. Диаметр формы 14 сантиметров. Подкладываю бумагу снизу и кладу форму краффин. Накрываю пленкой, чтобы не обсох. И также делаю небольшие краффины. Точные пропорции вы увидите снизу под описанием этого видео. Напоминаю, что у меня выходит 1 большой краффин и 5 средних краффинов. По желанию, конечно, вы можете уменьшить пропорции. Но думаю, что не нужно, так как они нереально вкусные. И готовить их одно удовольствие, а кушать еще приятнее. Такое тесто дрожжевое можно сделать заранее и держать в холодильнике. И когда удобно, выпекать. Иногда я даже замораживаю готовые рулеты. Затем отмораживаю, формирую краффины и даю им увеличиться. Обязательно в объеме. Места должно быть достаточно формочки, чтобы им было куда расти. Накрываю пленкой и даю им увеличиться. У меня они поднимались больше часа. Затем смазываю желтком, разбавленным, со сметаной. И в горячую духовку. Выпекала 50-60 минут при 180 градусов. Вверх накрывала фольгой через полчаса примерно, чтобы не подгорела макушка. Вы же сами смотрите по своей духовке. Вот такие румяные краффины получились. Остужаю их. Можно их затем присыпать сахарной пудрой. Извлекаю их из формы, аккуратно прорезая ножиком, хотя они не прилипают так сильно. Эти же бумажные формочки можно использовать повторно. Ароматные краффины очень красивые. Я их не посыпаю пудрой, так как они смазаны желтом. Они поблескивают очень аппетитно. Разрезаю их еще теплыми, чтобы показать, насколько они мягкие и воздушные. Влажный мякиш и слоистая текстура. Аромат цукатов свежей выпечки просто обалденный. Даже на следующий день он остается вкусным и ароматным. Друзья, если вам понравилось видео, то ставьте лайк. Это лишь секунда вашей жизни и целый поток хорошего настроения и мотивации для автора. Спасибо. С вами была Наталья.